Книга «Открытым оком», том 3, тема покаяния. Вопрос 1006. Прадед был священник, а дед у меня учился в семинарии, но был неверующим и поддерживал коммунистов. Прадед отрекся от сына, сейчас же все они уже умершие, их внучка уверовала. Несет ли она на себе грех деда, и нужно ли ей за него каяться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Каждое поколение называется родом. Когда Бог благословляет или проклинает, то называет количество этих родов, на какое продляется наказание или благовествование. Исход 25. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Исход 26. И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Иезекииля 18.2. Зачем вы употребляете в земле израилевая эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Иезекииля 18.19.20. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Согласно этих мест писания, чтобы они не противоречили друг другу, мы можем быть уверенными, что если внучка уверовала, то вины ее деда не может быть препятствием ее спасения. Благословение прадеда превозмогает. И так всегда. Благословение до тысячи родов, а проклятие до четырех. Все четыре книги царств говорят об этом. Но предыдущие поколения, роды, их деяния как бы нависают над последующими. Это показывает, что у Бога ничто не забыто и имеет последствия в зависимости от того, кто были предки. 2 Тимофею 1.5. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...